Алексей, давайте начнем с самого начала истории, с 30 апреля. Что было в этот день, почему он стал, можно сказать, роковым в вашей карьере? Ну да, согласен с вами, он явился роковым. 30 апреля мы с коллективом решили отметить праздник, поехали и поехать в ресторан «Тифлис» на Советской расположен. В этот день я взял в пользование автомобиль у своего знакомого, у Гулиева. Ну, для того, чтобы его застраховать, так как планировал на майские праздники им попользоваться. Взяв автомобиль, вернуть его не получилось, так как, ну, тут был занят своими делами. И посоветовал мне поехать прямо на нем, а потом он сам приедет и заберет его. Я со своими коллегами вместе на этой автомашине проследовал к указанному ресторану, к этому «Тифлису», и где поставил его перед входом, и, ну, поднялся вверх, и мы начали, ну, как бы праздновать. В этот день, при этом я хочу отметить, что я алкоголь не употреблял, это установлено, как и очевидцами из числа персонала этого заведения, так и проведенным на следующий день мне актом освидетельствования. Я был абсолютно трезв. После того, как время уже подходило к завершению, кафе закрывалось, приблизительно в период там с 23 до 24 часов, мы все, соответственно, и наша компания, и подъехавший туда уже хозяин автомобиля, все начали выходить. Но хозяин автомобиля, он не с вами праздновал? Нет, он был абсолютно не с нами, просто поскольку машина была там, и он был со своим знакомым, он решил зайти поужинать, как он в дальнейшем пояснил, ну, и чуть-чуть выпил спиртного там. Хотя, да, понимал, что находится за рулем. После того, как мы все вышли, еще будучи в кафе, я созвонился со своим знакомым по имени Михаил, который сказал, что заедет за мной и заберет меня, так как машину я уже передал. Когда мы вышли из кафе, Гулиев села уехал, я по телефону созвонил с Михаилом, повторно он подъехал, забрал меня, я прошелся по Советской, в сторону Вольска, ну, не знаю, метров пятьдесят, может, там, сто, пока с ним разговаривал. Он подъехал, меня забрал, довез до дома. Подъезжая к дому, я опять же со своего телефона позвонил своей супруге, так как у меня не было ключа от домофона, чтобы она мне открыла домофон, чтобы не будить ребенка, чтобы быстро сработало. Все эти детализации, соответственно, я предоставил во время служебной проверки, что я вообще находился, собственно, в другом месте в это время. Гулиев, сев в автомобиль, как, ну, уже мне потом стало известно, направился тоже в сторону дому, живет он напротив следственного управления, в доме, где расположен магазин Антей. Проезжая по Котовскому, его остановили сотрудники полиции. Гулиев, будучи никогда даже не работая в правоохранительных органах, и то понял заказной характер данного действия, потому что машина подъехала сзади, с включенными проблесковыми маячками, догнала его по встречной полосе, подрезала. Остановив, вышли сотрудники, представились, попросили документы, ну, соответственно, у него документов у Гулиева не было, так как он был лишен прав и еще находился в нетрезвом состоянии, он показал какое-то левое удостоверение сотрудника правоохранительных органов, даже вроде как сотрудника Следственного комитета. Я этого удостоверения не видел, и он мне его никогда не предоставлял. Сотрудников это не удовлетворило, они попросили документы. При этом Гулиев также поясняет, что они спрашивали, а где Алексей-то по ГОС? Он говорит, его нет, документов нет. Ну и понимая, что разговор не складывается, он от них скрылся, бросив машину возле ресторана Сеул на Радищево. Вот почему все подумали, что в этой машине должны ехать вы? Ну, потому что этой машиной приблизительно год назад пользовался действительно я, однако в январе Гулиев ее приобрел в договору рассрочки у собственника данного транспортного средства. В январе же была составлена страховка, Гулиев был страхователем, оплатил страховую премию за эту машину, ну и, соответственно, являлся полноценным владельцем ее. Ну и она еще стояла рядом со Следственным комитетом. Да, да. Она постоянно стояла там, потому что он, соответственно, проживал в доме напротив. То есть она стояла или на улице Комсомольска, или на улице Октябрьской. Он стоял на этих улицах машины. Может быть, поэтому и складывалось впечатление, что этой машиной пользуюсь я. На следующий день после всех этих событий... А, ночью уже мне позвонило руководство, сказал, ты ездил на машине? Я говорю, нет, я не ездил. И попросили явиться меня к 8 часам в следственное управление. В 8 часов я пришел, мне пояснили, что вот такая ситуация, что была остановлена машина, и сотрудники якобы утверждают, что показали удостоверение на твое имя. Я говорю, нет, мое удостоверение при мне, я в машине не был. Мне предложили пройти освидетельствование, я его сразу прошел, соответственно, был трезв. В последующем я уже встретился с Гулиевым. Да, он мне рассказал, что действительно такая ситуация была. За рулем был он, он показывал удостоверение, и после этого скрылся. Я ему посоветовал сразу ехать в ГАИ. Поскольку были майские праздники, он съездил 1, 2, 3, ему каждый раз говорили, езжай отсюда, у нас никаких материалов нет. Ну, на тот момент и действительно еще не было возбуждено административное производство. В дальнейшем, когда его уже возбудили, это был 4 мая, Гулиев опять же приехал, однако ему опять говорили, что следственное управление пока не дает разрешения на проведение административного расследования. Гулиев все-таки настоял, и 13 мая он был опрошен по указанному административному правонарушению, по факту, которое было возбуждено в отношении неустановленного лица, который не подчинился требованиям сотрудников полиции. Был признан «подозреваемым» по административному правонарушению, ему были разъяснены все права, и, соответственно, с кодексом, он был лицом, в отношении которого производится административное расследование. А проверка в отношении вас уже началась в это время? Да, проверка в отношении меня началась уже 1 мая. В ходе проверки я все эти документы представил, пояснил, что я уже не являюсь лицом отношения, которое проводится расследование. Однако это было все проигнорировано. В ходе проверки все результаты проверки были основаны на объяснениях сотрудников полиции, которые пояснили, что якобы могут опознать, что именно за рулем находился я. Хотя само время совершения данного административного правонарушения, 23.30, это темное время, в тонированной машине они подвергаются. Не самая светлая улица. Не самая светлая улица, да. Там просто невозможно увидеть. Я видел видео, вы проводили эксперимент, как я понимаю, тоже в темное время суток. Довольно сложно разобрать, кто вообще на этом видео. И в дальнейшем, в ходе судебного заседания, данным сотрудникам были предъявлены эти фотографии, сделанные в это же время. И с вопросом, кто находится за рулем, вы можете опознать. Они пояснили, что нет, опознать не могут. И фотографии были и с Жезлом под Светкину инспекторов, и без него. Ни на том, ни на том, пояснить они толком не смогли. Ну, вообще не смогли, кто там находится за рулем. Но это, в принципе, и невозможно сделать, учитывая, ну, как бы темно было на улице в это время. А Гулиев выходил из автомобиля? Нет, Гулиев не выходил. Инспектора это тоже подтверждают, что водитель не выходил. Помимо этого, в ходе судебного заседания, по моему иску о восстановлении на работе, стало известно о том, что инспектору первому, который, ну, в общем-то, и вел диалог, который требовал документы, были предъявлены пять моих фотографий, не в разных лиц, а пять фотографий только меня. И из этих пяти ему предложили... То есть он должен был выбрать свой форум. Да, и все эти фотографии были пять именно в форме. Это он все рассказал в ходе судебного заседания, как бы это установленный факт под подпиской. И, конечно, у него не оставалось выбора, как он может выбрать. При этом там есть такой интересный момент, что этот инспектор говорит, что находился второй человек на пассажирском сиденье, которого я опознать не могу. Но вот этого второго человека фотографии предъявлялись среди восьми прочих лиц. То есть мои фотографии, они почему-то предъявили пять моих, а этого, его одного и там семь фотографий других лиц. Тоже очень интересный факт, не знаю, как это можно было. Ну и под конец проверки у нас появились записи того, что сотрудники полиции впрямую меня оговаривают, и все это исходит от руководства, как бы, ГАИ города. Как я изначально заявлял, все это связано с возбужденным уголом дела на отношении начальника ГАИ. Эта версия проверена не было. Когда мной были представлены человек, который сделал запись разговоров на диктофон с сотрудниками полиции, и сама запись, то есть результаты проверки были сразу же закрыты, и сделан вывод о том, что я все-таки виновен. Хотя ничего не проверил. А что на этих записях? На этих записях сотрудники прямо поясняют о том, что вся эта акция была спланирована, что они караулили машину порядка часов, четырех часов на рядом расположенной улице, что когда машина поехала, им дали отмашку, что машина поехала, они начали ее преследовать, догнали там. Ну, и были очень сильно удивлены, что не я за рулем, а последующее опознание – это указание руководства именно опознавать по ГОСОВу. А дело против начальника этого вы возбуждали? Нет, я его не возбуждал, но через, как бы, насколько мне известно, до него донесли, что инициатором именно возбуждение было… Возбуждает ему дело, соответственно, следователь. Да, при обсуждении этого дела я высказывал однозначную позицию о наличии состава преступления в действиях данного лица. И до него именно и так эта информация и была донесена. В дальнейшем, также в ходе судебного заседания… А, после проведения проверки, в связи с тем, что мой ребенок заболел, я взял больничный по уходу за ребенком. После того, как он был закончен, период больничного был с 1 по 8. 9 числа, соответственно, было воскресенье. А пока находился с ребенком, заболел сам. 10 числа я открыл себе свой больничный. 10 числа приехал в следственное управление, сдал старый больничный и сказал, что он мне открыт новый. На этом мне ничего не пояснили, сказали, хорошо, все. Я уехал, через полтора часа мне позвонили и сказали, вы уволены. Я говорю, как же я могу быть уволен, если я вас приехал и уведомил о том, что… Можно ли увольнять человека на больничном? На больничном однозначно нельзя увольнять человека. Конечно, следственное управление в суде в настоящее время пытается доказать то, что я злоупотребил своим правом, но здесь никакого злоупотребления нет. Верховный суд прямо разъясняет, что злоупотребление правом – это конкретно скрытие больничного. Вот если бы я его не показал, а потом пришел в суд и сказал, что, знаете, я был на больничной, да, это было бы злоупотребление. С другой стороны, здесь явное злоупотребление со стороны работодателя, потому что вместо того, чтобы позвонить мне, там, образно говоря, до 10 часов и спросить, что со мной, как я чувствую, как выздоровел мой ребенок, они начали делать запросы в больницу, поставили дежурного на входе для того, чтобы зафиксировать, что это в 10 часов не явилось в следственное управление. Вот здесь я считаю, что это и есть злоупотребление права со стороны работодателя. В настоящее время в суде рассматривается мой иск, ну, работодатель всячески пытается доказать свою правоту, мы доказываем свою. Вот были допрошены эти сотрудники, которые толком в ходе судебного заседания даже не смогли пояснить, кого все-таки они опознали. То есть один говорил это, один это, по фотографиям определить нет. Суд это все принял, посмотрим, как будут дальше развиваться события. А на чем тогда основывались люди, которые вас увольняли, если даже сами сотрудники полиции говорят, что не видели человека? Ну, основывались они только на их первоначальных пояснениях, где они говорят, что им показали удостоверение на имя Погосова. И все. Ни одной видеозаписи, как я садился бы в эту машину вечером, или как бы я из нее вылазил, и таких записей нет. А тот же вопрос о сотруднике полиции, но при громких таких задержаниях, там, образом говоря, пьяных должностных лиц, вы же всегда снимаете на свой мобильный телефон, что происходит? Почему в данной ситуации не было сделано съемки? Если по регистратору машины, полицейской, которая стояла, запись длится порядка 43 секунд между тем, как они вышли и как они сели в нее, в эту машину. То есть за 43 секунды неужели они не могли меня взять, если это я был за рулем, и снять за рулем автомашины? Но это сделано было почему, неизвестно. При этом все записи, которые были изъяты с места, где машину бросили, там виден силуэт человека, выходящего из машины. Но погрешность записи каким-то чудом становится в 17 минут. То есть то ли это специально сделано, чтобы хоть как-то подвести запись, потому что 17 минут это много. Если это 17 минут вперед, то в это время я уже спал, наверное, дома, я так предполагаю. Ну, не знаю, если дома будет всему этому дана оценка. А Гулиев как-то объяснял наличие у него вот этого удостоверения? И какое чье имя там все-таки удастся? Да, Гулиев объяснял наличие этого удостоверения, ну, так как он машину приобретал, ну, знал, что ранее на этой машине ездил я, когда он ее приобретал, и понимал, что у него нет прав, он решил сделать себе левое удостоверение. Заказал его там через интернет, сейчас, в принципе, можно что угодно заказать. Да, сотрудника с моей фамилией оно было, ну, и с его фотографией. То есть он этого факта не отрицает? Не отрицает, да. Он полностью это признал в суде, и в ходе проверки он об этом уже говорил. При этом мне очень интересно, что в ходе проверки, ну, и по ее окончанию было, и мне стало известно, что за аналогичные же действия, да, других сотрудников там менее строго наказывают при стопроцентной доказанности их вины. То есть там, если в отношении лица составлен уже протокол, он соглашается с этим протоколом, ему всего лишь объявляется там замечание. Меня при вообще неоднозначных событиях, и вот вообще ничто не установлено, берут и увольняют. А начальство, ну, чем, как-то объясняло, что? Ну, начальство мне изначально объяснило, что оно не хочет само принимать решение, что они меня уволят, а я уже в дальнейшем могу в суде спокойно доказывать свою правоту, чтобы отвезти от себя все. Ну, то есть отобьешься в восстановление? Да, да, как бы нет причин, но я считаю, что это совсем неправильно, я считаю, что руководство должно за своего сотрудника полностью быть на его стороне, а уже в дальнейшем, если считает нужным, принять те меры, которые, так будет намного справедливее. Вот сейчас на какой стадии в суде все находится? На 23 августа назначено следующее судебное заседание, пока рассматривается по существу, еще конца пока нет. Это первая инстанция? Это первая инстанция, да. Ну, если, конечно, здесь будет принято решение не в мою пользу, я, соответственно, буду обжаловать в вышестоящую инстанцию, в апелляции, в касаться, вплоть до Верховного суда. Я потому что отдал этой работе 15 лет, и просто так взять и сказать, ладно, извините, я не прав, так не получится. Я буду доказывать свою правоту. Рустам, давайте начнем с того, вот вы кто и какую роль вы играете во всей этой истории, какое отношение вы имеете к Алексею? Ну, с Алексеем мы знакомы с 99-го года, мы еще студентами были, когда я приехал в Саратов, познакомились, подружились, ну и все это время продолжительные дружим, товарищеские отношения. Ну, к следственным органам вы никакого отношения не имеете? Нет, к этому отношению никакого не имею, лицо гражданское. Не работаю, не в органах отношения не имею сейчас никакого уже. Вот в этой истории вы как появились? Ну, он мне рассказал о своей ситуации вот этой произошедшей, вот, ну и как бы то, что он объяснил, что он не имеет никакого отношения к ней, то, что его подставили, и соответственно, как бы я проявил инициативу, скажем так, для того, чтобы, ну, установить истину вообще происходящего всего этого. И, скажем так, встретился с рядом людей, которые имеют к этому прямое отношение, для установления. А ряд людей-то кто? А сами гаишники, вот эти сотрудники ДПС. Которые останавливали автомобиль. Которые останавливали, которые, которые непосредственно материал писали, скажем так, и все это делали, скажем так, исполнители. Что было на этой встрече? Ну, они говорили мне то, что они не имеют отношения к этому, ко всему, что это указание ихнего руководства, что они не знают, что они даже не видели, кто был в машине. Вот им сказали, машина вот такая поедет, ее надо остановить и оформить. Вот и все, больше ничего. То есть указание задержать непосредственно, остановить непосредственно машину Алексея, с Алексеем внутри. Ну, да, только оказалось, что машину, они не знали, что машину-то он уже продал давно. Вы каким-то образом эту встречу фиксировали, вели записи или что? Ну, первый раз нет, а вот второй раз уже, когда я понял, что там уже до такой степени все, скажем так, подстраховано все у них и все это сфабриковано. Вот второй раз я, да, сделал запись, аудиозапись в телефоне, вот, и записал одного из сотрудников, где он прямо указывает, что я отношений никакого не имею, что никого, никакого Погосова я не знаю, никогда и не видел. И мне вообще все равно, и делайте, что хотите, и все в этом роде. И то, что он даже и не знает, кто в машине, по сути, сидел. Вот, это были непосредственно слова вот Лосева, такого сотрудника. И что с этой записью в итоге? Вы ее передали? Я ее в течение всей проверки, я приходил туда, ну, раза три-четыре, может, даже пять. Меня не пускали даже на порог, то есть выходил следователь или кто, я не знаю, как это, должность этого сотрудника, который непосредственно проводил проверку. Вот, и он мне прямым текстом говорил, выгонял меня, уходи и все. То есть мы тебя видеть здесь не хотим, ничего нам не нужно от тебя и все. Вот, а потом, когда уже проверка прошла, я пришел в очередной раз, они взяли запись у меня, я им ее скинул или какой-то, и все. И она пропала, и сейчас я не знаю, где она, что она, как вообще, и что происходит в данный момент. Ильинур, так получается, что вы главный герой этой истории, о которой сегодня мы говорим. Как эта машина оказалась у вас, когда вы ее приобрели? Ну, я ее приобрел в начале этого года. Вот, в связи с тем, что мы с Алексеем учились в одной школе, вот, и попросил его перед отцом, чтобы он походотайствовал, и взял ее со срочкой платежа от автомобиля. Что было 30 апреля? Ну, 30 апреля, ориентировочно, вот, на советский ресторан «Тифлис», вот, я аккуратненько ночью поехал домой. Вы там тоже были, но не с Алексеем вместе, насколько я знаю. Да нет, Алексея не было, Алексей поехал в своей компанию. Ну, до этого, вернее, он там был. Ну, до этого он был. И вы приехали и решили забрать машину и на ней отправиться, ну, куда вам нужно было? Ну, так как у нас с Алексеем нет-нет, все-таки товарищеские отношения, вот, по мере необходимости, когда ему надо было, он пользовался автомобилем. Перед тем, как сесть за руль в тот день, вы выпивали? Конечно. Вот, если быть седеркально честными, то место имело быть. И что было, что произошло, когда вот вы начали движение на авто? Ну, аккуратненько, аккуратненько, где-то уже на Котовской, улица Котовская, это маленький промежуток, вот, меня подрезают, вот, подходят автомобили сотрудники, приставляются. И один из них немного удивлен. Вы из машины не выходили? Я не выходил, опустил окошко, один из них немножко сотрудника был удивлен, вот, что он меня увидел за автомобилем. Вот, и они начали просить документы, я сказал, что это тот, а они уже поняли, что это не я. Вот, ну, мои действия, что я. Какие документы вы им показали? Что это за служебное удостоверение, в котором, ну, якобы написано Алексей Пагоз? Ну, мы с вами знаем, что Алексей все-таки был сотрудником правоохранительных органов, и автомобили его, естественно, на нем же висели номера, вот, это автомобиль. Вот. У меня такое было удостоверение, как шутка, что прикол, там вот на них пишут, на этих удостоверениях. Ну, то есть, там было имя Алексея, но фотография чья ваша? Ну, там, да, был Алексей, фотография была моя. И что дальше, вот, вы сидите в машине, у вас попросили документы, что дальше произошло? Ну, я уже понял, что делал, принимая серьезный оборот, вот, ну, и фрикторно уже мои действия были, нажать, как говорится, на... То есть, вы от них уехали? Да, уехал от них, бросил автомобиль и начал наяривать Алексея. Алексей в жесткой форме и говорит, иди, объясняй причину, что, как произошло. Но, насколько я понимаю, вас не сразу хотели слушать в ГАИ, там были праздничные... Ой, там вообще бардак какой-то непонятный. У меня, короче, были походы туда регулярные, были первого числа на празднике, второго, третьего. Потом они все-таки кое-как третьего или четвертого числа мне сказали, приходи седьмого, я пришел седьмого, опять безрезультатно. Вот, и получается так, а автомобиль-то я же передвигаюсь на этот автомобиль. И меня останавливают, и говорят, поступила ориентировка на вот остановить, вас остановить, все пробить и узнать. И просто не понял, почему, что я с первого по седьмого числа приходил, пытался регулировать этот вопрос. И мне сказали, что все окей, ты зря приехал. А восьмого числа меня машина по ориентировке меня останавливает. И в жесткой форме в суд. А, нет. Да-да-да, по-моему, сначала задержали в ОВД, а потом уже в суд. А за что? Вот за тот инцидент 30-го числа, что выстрелились? Без объяснения причин. Мне никто ничего не объяснил. Меня просто взяли, остановили и сказали, что по Лути поступила такая ориентировка. Остановить, все проверить. Причину никто до сих пор так и неизвестно. А в суд-то что? Ну, в суд я пришел и административно там дали мне двое суток. За что? Ну, что я управлял этим автомобилем. У вас не было права на управление этим автомобилем? Ой, ну здесь тоже второй подводный камень. Тоже по сильным обстоятельствам, вообще давнего-давнего времени, я был решен прав. Вот. Законами не сильно в этом плане был знаком. Вот. Был решен на полтора года, 13-й год. А оказывается, срок не исчисляется после права. Не сдаешь обратно. Передвигался, а оказывается, что... Вас вызывали в суд, вот по делу Алексея, по его увольнению, вы давали там показания, говорили, что это вы были за рулем. Опять же, вот здесь ничего не понятно. Вот вроде меня восстановили, была ориентировка, мне его дали административное. Двое суток, а тут же сейчас вызвали меня на весеннюю, говорят, дача ложных показаний. Вот, сегодня опять меня вызывает Молжский, вот, а по Алексею отдельно вызывали. Я так понял, там вообще на несколько субъектов разделилось, каждый там хочет по-своему что-то проводить, а что, неизвестно. Основили, была команда сверху, от руководителей, ориентировка, остановить все, остановили, выявили, что я дали двое суток. А сейчас, после этого же говорят, что это дача ложных показаний, вот, что происходит в данный момент, сам не могу понять. То есть, просто не верят, что вы были за рулем? Ну, может быть и это, может быть и это, а может там уже, просто, я так могу понимать, что ошиблись, и сейчас уже просто идут вперед. Субтитры сделал DimaTorzok